Новости продолжают эфир. Канал Ахабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Традиционной праздничной линейки 1 сентября не будет. Вместо этого проведут классные часы. Большинство казахстанских школьников, почти 80%, всю четверть будут учиться дистанционно. Часть из них с помощью телевизионных уроков, которые будут транслировать по двум телеканалам Балапан и Елярна. Обо всех тонкостях нового образовательного формата расскажет Вероника Боярова. Этот год надолго запомнится всем школьникам страны. Они уже давно скучают по своим учителям, но еще как минимум одну четверть они будут видеть их только на экране. Заниматься начнут каждый у себя дома с помощью телевизора и интернета. Это касается большинства детей, почти 80% от общего числа школьников страны. А вот около полумиллиона учащихся все же сядут за парты. Именно столько заявлений поступило в дежурные классы. Что касается дежурных классов, здесь есть тоже несколько ограничений и особенностей. Во-первых, перемены в разное время, начало занятий в разное время. Только один класс, то есть отменяется кабинетная система, по другим кабинетам не будут ходить. Это нужно для обеспечения санитарных требований. Это режим проветривания, режим уборки. Это вопросы термометрии и другие санитарные требования, которые очень жестко должны будут соблюдаться в каждой организации образования. Это и санитайзеры и так далее. Такие классы организовали только для учеников начальной школы. Рекомендованная длительность уроков по 40 минут. В группах должно быть максимум 15 детей. И для этого классы будут делить. Благодаря этому учителя смогут набрать необходимое количество часов. Раньше нагрузки на педагогов не хватало. Теперь же они смогут совмещать дистанционный формат обучения и работу в дежурных группах. Сейчас при нынешних условиях, при обучении в дежурном классе, они обязаны делить этот класс на две подгруппы, то есть по 15 детей. Соответственно, возрастает нагрузка на педагога, но за дополнительную работу педагог будет получать также дополнительную заработную плату. Почти 350 тысяч казахстанских учителей пройдут специальные курсы по подготовке к новому учебному году. Один из них «Учусь учить дистанционно». Его окончили примерно 90% педагогов. Остальные завершат обучение до 1 сентября. Очень важный вопрос был подготовка педагогов. Конечно, это вопросы их компетенции в IT-сфере, по IT-программам, по IT-ресурсам. И второе – это вопросы киберпедагогики. Для того, чтобы эти навыки развить и помочь нашим педагогам в новых условиях преподавать, мы организовали несколько разновидностей курсов. А вот меньше всего влияние коронавируса на свой учебный процесс почувствуют школьники в отдаленных малокомплектных сельских школах. Таких по стране чуть больше 2,5 тысяч. Но изменения будут. И одно из главных – празднование 1 сентября. По всей стране отменили линейки в честь Дня знаний. В дежурных группах по этому поводу пройдут классные часы. Для остальных же мероприятие пройдет в дистанционном формате. Вероника Боярова, Хабар, 24. Во время дистанционного обучения школьников будут оценивать по-новому. Отметку за четверть учителя будут ставить, исходя из нескольких параметров. Половина баллов зависит от суммативного оценивания за четверть, остальное – от оценивания за раздел и обратной связи ученика во время урока. Напомню, ранее в профильном ведомстве отказались от домашних заданий в период онлайн-обучения. Нужно будет выполнить только одну работу. Ее педагоги будут размещать на специальной платформе «Кунделяк». В Шемкенте переполнена каждая третья школа. Рассчитанные на тысячу мест учебные заведения посещают до 5 тысяч детей. В некоторых школах проблема стала еще острее. Не хватает кабинетов, чтобы вместить всех учащихся. В список резиновых попали 43 образовательных учреждения. Катерина Попкова выясняла, как будут решать проблему в густонаселенном городе. Это одна из резиновых школ Шемкента. Гимназия номер один рассчитана на 1100 человек. А учатся тут свыше 4000 учащихся. В этом году, по словам директора, ситуация совсем сложная. Кабинетов не хватает. Куда рассадить всех детей? Теперь проблема. Проблема как бы сугубилась. И у нас 18 классов на новый учебный год. И если дети придут в школу, остаются без кабинетов. И мы не вмещаемся. Нас очень много. Этот дефицит еще и возник в связи с тем, что в близлежащих 5-6 школах нет классов с русским языком обучения. Возможно, из-за этого тоже демографический взрыв в городе Шемкента тоже сказывается. Школу уже оштрафовали за переполненные классы. На этот учебный год тут решили ограничить набор первоклассников. От родителей сразу посыпались жалобы. 20-ю школу ходили, 23-ю школу. И вот сейчас первая школа. Нисти нету, принимать не могут. О проблемах в сфере образования города говорят и в департаменте по противодействию коррупции. В этом году в отношении 11 директоров школ завели уголовные дела. Они занимались поборами и хищением бюджетных средств. Мы видим явные проблемы с переполненностью школ. То есть, на наш взгляд, эта ситуация также может свидетельствовать об определенных коррупционных рисках. Потому что сегодня у руководителей организации среднего образования сосредоточены административно-хозяйственные и распорядительные функции. Тем более, еще есть подушевое финансирование. А все потому, что в мегаполисе рост численности населения превышает скорость строительства школ. В управлении образования говорят, проблему решают. В рамках государственно-частного партнерства в ближайшие годы начнут массово возводить учебные заведения. Каждым годом за счет миграции у нас плюс на 12 тысяч детей. Каждый год у нас припавляется. С одной стороны, это очень хорошо, мы рады. С другой стороны, немножко возникают проблемы. Но составлен огромный план по строительству 47 школ города. План рассчитан на ближайшие три года. А вот как будут решать вопрос с кадрами для новых школ, пока неизвестно. На городском сайте приема учителей на работу на сегодняшний день больше 300 вакансий. Катерина Попкова, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бекмуратов, Шымкент, Хабар-24. Тем временем казахстанские студенты смогут учиться дистанционно из общежитий. Такие условия создадут для тех, кто живет в населенных пунктах с плохим покрытием интернета. Об этом сообщил министр образования и науки. Асхатай Магомбетов отметил, что вузы уже получили соответствующие поручения и рекомендации профильного ведомства. Теперь образовательным учреждениям предстоит выявить тех студентов, у которых есть проблемы с доступом в интернет. К другим темам. Ко второй волне пандемии готовятся в Кустанайской области. В регионе строят модульную инфекционную больницу на 200 мест. Медицинское учреждение будет состоять из 8 блоков. Каждый из них планирует оснастить высокотехнологичным оборудованием. Сколько потребуется врачей и как их собираются привлекать в область, расскажем в следующем материале. Еще совсем недавно на этом месте был пустырь. Буквально за две недели здесь появились вот такие металлоконструкции с фундаментом. Это 8 блоков будущей инфекционной больницы. Ее строительство ведется круглосуточно. Сейчас на объекте работают более 300 человек. Пик возведения объекта прогнозируют на начало сентября. Тогда здесь задействуют уже свыше тысячи специалистов. На данном этапе завершено 80% земляных работ. Сейчас идет монтаж металлоконструкции по четырем блокам. Параллельно идет монтаж блоков ОБД и кровельные работы ведутся. К концу недели планируем уже доставка сэндвич-панелей и обшивать стены и кровлю. Уже водопровод, канализация выполнена. К отдельным стоящим зданиям сейчас ведутся подводки. Инфекционные блоки расположатся в черте города на безопасном от жилых массивов расстоянии и строят больницу из легковозводимых конструкций отечественного производства. Полностью на клинике порядка 60 блоков. На следующий момент уже 20 блоков смонтированы. Они идут полные готовы. Один блок, одна палата. Блок идет уже с готовностью, с отделочными работами. Единственное, монтаж санфоянца, душевые кабины и мебель. Инфекционную больницу планируют сдать уже в начале октября. Она сможет одновременно принять 200 пациентов. Отделения реанимации, диагностики, интенсивной и чистой терапии оснастят высокотехнологичным оборудованием. На контроле кадровый вопрос. Медицинскому учреждению потребуется 170 специалистов. Из них около 30 врачей. Средний медицинский персонал будет около 50-60. Если будет не хватать из местного кадрового ресурса, то будут привлекаться некоторые специалисты из других регионов. В этом году в регионе ожидают приезда 240 врачей. Выпускников медицинских вузов привлекают жильем и подъемными. Если раньше деньги выплачивали только тем, кто едет в село, то сейчас по миллиону тенге получат и городские доктора. Наталья Острокова, Эрмих Мухамедьяров, Кустанай, Хабар, 24. Для посещения спортивных секций не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Требование справки у посетителей в этих учреждениях незаконно. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач страны Айжан Исмагомбетова. По ее словам, тестирование нужно проходить только по клиническим и диагностическим показателям. Обязательное наличие справки не предусмотрено ни для одной отрасли, как для персонала, так и для посетителей. Также не обязательно сдавать и тесты на антитела. Напомню, уже с понедельника в Казахстане начнется второй этап ослабнения карантина. Свою деятельность вновь возобновят детские секции, спорткомплексы, бассейны и тренажерные залы. В год волонтеров в Жамбылской области добровольцы реализуют 21 проект по 9 направлениям. С начала года уже провели порядка 700 мероприятий. Например, студенты вузов организовали бесплатные языковые курсы для жителей Курдайского района. В регионе также активно воплощают в реальность концепцию слышащего государства. Для этого в области открывают сервисные акиматы. Жители Курдайского района теперь могут бесплатно изучить казахский и иностранные языки. Вот уже три месяца как студенты-волонтеры организовали летний лагерь «Парк языков». Возраст слушателей не ограничен. Особый интерес проявили школьники и учителя. Основной акцент преподаватели курсов сделали на практические занятия по казахскому языку. Такие бесплатные уроки студенты проводят в селах Казахстана уже пятый год. К слову, в Жамбулской области в различных организациях трудятся около 6000 волонтеров. Они реализуют 21 проект. На этой неделе у нас последние занятия. Мы делаем эти занятия через Zoom и другие проекторы. У нас есть своя база, у нас своя есть платформа. Через эту платформу мы бесплатно преподаем английский, казахский, французский, немецкий языки. Цель – поднять значимость государственного языка, поднять уровень английского языка и делать конкурентоспособными наши граждане Республики Казахстан. А в Байзарском районе активно поддерживают концепцию президента «слышащее государство». Здесь открыли сервисный акимат, который работает по принципу одного окна. В офисе местные жители смогут получить около 20 видов государственных услуг. Например, в сферах предпринимательства, сельского хозяйства и ЖКХ. Теперь сельчанам не надо посещать разные госорганы. Это позволит значительно сэкономить их время. Сервисные акиматы открываются в рамках реализации концепции главы государства «слышащее государство». На сегодняшний день в области открыто уже 6 таких сервисных акиматов. По итогам 9 месяцев мы планируем полностью перевести формат работы отделов акиматов в сервисный формат. Мониторим. На сегодняшний день один сервисный акимат в месяц оказывает около 100 госуслуг. В области это второй по счету сервисный акимат, который появился на этой неделе. На днях такой же открыли в Кордайском районе. Анастасия Сулейманова, Бахаджан Папаев, Жамбулская область, Хабар, 24. Более 400 тысяч алматинцев получат вакцину от гриппа в осенне-зимний период. Первоначально планировалось закупить 130 тысяч доз вакцины, но с учетом сложившейся эпидситуации решено дополнительно приобрести еще 300 тысяч. Об этом на брифинге рассказал главный государственный санитарный врач мегаполиса. По словам Жандарбека Бекшина, ежегодно различные штаммы вируса гриппа выявляют у 48% детей до 14 лет. В группу риска также входят пациенты с хроническими заболеваниями, люди старше 65 лет и беременные женщины. Всех их будут прививать бесплатно. О профилактике и мерах защиты от вирусных инфекций говорили на онлайн-семинарии для сельских фельдшеров. Его организовала Народно-демократическая патриотическая партия АОЛ. На связь по интернету одновременно вышли около сотни медицинских работников. Сейчас они готовятся к сезонному росту заболеваемости, который, как правило, начинается в октябре. В зоне риска дети, студенты вузов, педагоги, офисные работники и сами врачи. А в этот период казахстанцам следует воздержаться от проведения массовых мероприятий, чтобы не допустить распространения вирусных инфекций, отметили участники семинара. Особенно, наверное, касается это самих медицинских работников, их защиты, потому что они должны в первую очередь защитить себя. Они первые контактируют с больными. В некоторых селах нет медпунктов. Вот это тоже, конечно, большая проблема, потому что люди должны куда-то обращаться. Более 800 человек подали заявки на участие в праймере с Нуратан в Кустанайской области. Наряду с выдвиженцами от первичек участвовать во внутрипартийном отборе будут и самовыдвиженцы. Они составляют 73% от общего числа зарегистрированных кандидатов. Уникальным политическим и социальным лифтом решила воспользоваться и молодежь. Она готова открыто выражать свое мнение и решать проблемы местного значения. Суть прохождения и важность процедуры внутрипартийного отбора сейчас в регионе разъясняют независимые наблюдатели. Если честно сказать, то сейчас депутаты Маслихатов превратились в нотариальную контору. По сути, они только утверждают бюджет Акима и не поднимают проблемные вопросы, которые они обязаны озвучивать. Поэтому необходимо политическое обновление. Нужны новые кадры, новые взгляды и новые личности. Нужно их находить, поддерживать и выдвигать. В Казахстане планируют собрать 18 миллионов тонн зерна. По республике уже убрано 3,5 миллиона гектаров. Министр сельского хозяйства отправился с рабочей поездкой в Акмолинскую область. Сапрахан Умаров проверил ход уборочной кампании. Как стало известно в этом году в распоряжении фермеров страны 145 тысяч тракторов, 38 тысяч комбайнов и 39 тысяч грузовых автомобилей. Также министр посетил строящийся в городе Макинский завод по производству растительного масла. Его мощность будет составлять около 600 тонн сырья в сутки. С кем трудиться будут здесь 30 жителей региона. Стоимость нового проекта больше 4 миллиардов тенге. Для чего мы делаем? Для того, чтобы развить экспорт переработанной продукции уже с высокой добавленной стоимостью, а не экспортировать сырьем. Все предпосылки есть. Развиты у нас поставки в Китайскую Народную Республику, в Среднюю Азию. И в целом строительство таких заводов позволит уже обеспечить себя полностью подсолнечным маслом. В Кустанайской области в разгаре уборка зерновых. Но мешает погода. Из-за обильных дождей потеряли время аграрии Узункольского района. Между тем, каждый день простое может отразиться на качестве зерна. Подробнее расскажут мои коллеги. Фермеры Узункольского района в этом году засеяли 304 тысячи гектаров. Почти 80% пашни под пшеницей. Лето было аномально жарким, поэтому здесь уборочную кампанию начали на 10 дней раньше обычного. Сейчас техника не работает. Планы агрария взбивает погода. Последнюю неделю район накрыли обильные дожди. Есть тут у нас такая тенденция, при обильных осадках качество вымывается. Все вот эти вещества, которые находятся в пшенице, они смываются водой и качество теряется. И также, возможно, будет такая проблема, как проросшее зерно. В прошлом году наши южные районы Кустанайской области с этим столкнулись. К решению этой проблемы готовятся на элеваторах. Их в Узункольском районе три. Самый большой находится в селе Троебратное. Полтора года он не функционировал. Прежние хозяева обанкротились. Сейчас здесь могут принять 60 тысяч тонн зерна. По влажности мы, в принципе, все готовы. Сушилки у нас все работают. Что на первом, что на втором участке. Дис топлива мы еще на той неделе закачали. И взяли и льготные, и коммерческие. В принципе, готовы. Я так думаю, что мы справимся. Узункольский район славится благодатными землями. Ежегодно средняя урожайность здесь достигает 20 центнеров с гектара. Но 2020-й, прогнозируют специалисты от сельского хозяйства, станет исключением. Видовая урожайность составит по зерновым и зернобобовым культурам в районе 12-13 центнеров с гектара. По масличным, там как бы жара сказалась, по лугам видовая урожайность составит около 6 центнеров с гектар. Если жары бы не было, налив был бы побольше, и, соответственно, было бы лучше качество зерна, и было бы урожайность больше. В конце недели синоптики дают благоприятный прогноз. А значит, уборка зерновых возобновится в Узункольском районе. Тем временем в Куснайской области уже убрана пятая часть засеянных в этом году площадей. Артем Грапов, Ермек Мухаммедьяров, Куснайская область, Хабар, 24. В североказахстанской области ввели новые правила выпаса сельхозживотных. Теперь их нельзя оставлять без присмотра. Иначе бродячий скот может оказаться на специальных штрафстоянках. Их в регионе свыше 50. Как уберечь питомцев от заточения, узнавала Нургуля Ахметова. Ваши довольны? Да, это мои. Кайрат Хужахметулы пришел за своими питомцами. Его лошадей арестовали в тот момент, когда они паслись без присмотра на окраине села. Услышав голос хозяина, все четыре нарушителя выстроились возле ограждения. Вот этот, у него кличка Сирко. Этот вот малыш, потому что он маленький, мелкий, мелкий выглядит. А это как бы было Галя. Хозяина узнают, скоро пойдете домой. Чтобы забрать лошадей отсюда, сельчанину пришлось выплатить штраф. 3 МРП. Это по новым правилам выпаса скота. В регионе теперь официально запрещено оставлять сельхозживотных без чьего-либо присмотра. Иначе этих лошадей или коров могут поместить на штрафстоянки. В селе Новомихайловка специальный загон создали на базе местного фермерского хозяйства. Совместно с Акиматом у нас составили договор на нашем объекте, в комплексе. Был загон у нас отдельно от своих загонов. Вот пример, у нас лошадей сегодня утром участковый, у нас Ольбек позвонил мне. Сказал, что там хоть четыре головы. Я отправил скотника одного. Пригнали, вот загнали сюда. Новые правила выпаса сельхозживотных в регионе действуют с 15 августа. За это время на штрафстоянках для бродячего скота побывали свыше ста нарушителей, в основном лошади. Хозяев находят быстро. Этому способствует и то, что сельчане знают лицо не только друг друга, но и легко могут определить, чей же это питомец. Мы полагаем, что эти правила нам позволят снизить аварийность на дорогах, где участвует кот без присмотра пастущийся. Также будет наблюдаться снижение регистрации именно кроши скота. Так как вольный скот, который ходит без присмотра, является в первую очередь объектом посягательства со стороны преступника. С начала года в регионе произошло два ДТП с участием бродячих сельхозживотных. И зарегистрировано 25 фактов скотократства. Нургуль Ахметова, Толиген Иманов, Хабар-24, Североказахстанская область. Житель одного из селок Молинской области Валерий Дубовик сделал необычную находку. По пути на рубалку он обнаружил огромную кость животного. Археологи считают, что она принадлежит мамонту. Известно, что ранее в округе уже находили различные фрагменты, оставшиеся от древнего животного. Но таких размеров кость обнаружена впервые. Салават Семирбулатулы расскажет подробнее. Житель села Буденовка Валерий Дубовик бывал и рыбак. Вот и на этот раз взяв снасти, он отправился на соседнюю речку. Но по пути, по привычной протоптанной дорожке, его взгляд привлек торчащий из земли посторонний предмет. В итоге вместо рыбы уловом стала огромная кость мамонта. Часто люди ходят, а почему не заметили, не знаю, как-то внимания не обращали, наверное. Позвонил в Акимат, приехали с Акимата, посмотрели, потом с Айона. Ученые на месте зафиксировали размеры. Длина кости 1 метр 5 сантиметров, толщина доходит до 30. Сохранность отличная, кость почти вся целая. Предположительно, это кости мамонта, которые у нас обитали где-то последние виды 10 тысяч лет тому назад. Но точную дату мы сказать не можем. Может быть, они у нас в людниковом периоде обитали, начиная от 50 тысяч лет тому назад и до 10 тысяч лет тому назад. Полные заключения нам могут сделать только палеозоологи Академии наук, это город Алматы, куда мы отправляем все данные, а уж и полные заключения дают они нам. Известно, что ранее такие находки уже делали в Зерендинском, Шортандинском районах и в районе Жаксы. Однако, пока недостает многих частей, чтобы собрать воедино и попытаться восстановить скелет древнего животного. Но эта находка дарит ученым надежду, что в слоях земли у Буденовки им удастся найти много недостающих фрагментов. В одном месте, где нашли кость, то надо дальше исследовать эту местность. Предположительно, здесь может быть еще кости выйти, может даже скелет целый, может даже стойбище мамонтов. Найденную рыбаком кость доставили в город. Специалисты вернутся сюда теперь только на будущее лето, когда начнется новый археологический сезон. Ученые поблагодарили жителя Буденовки за находку и за то, что он сразу сообщил об этом в местный Акимат, и специалисты смогли оперативно приехать. Напомним, в Павлодарской области в начале августа строители при установке водопровода в селе Башмачное тоже нашли в земле древние артефакты. Керамические горшки, которым больше трех тысяч лет. Но вместо того, чтобы остановить работу и сообщить о находке, решили присвоить керамику. В итоге, часть горшков андроновской эпохи пострадала. Только после вмешательства археологов памятник удалось законсервировать, а найденные предметы доставить в город для исследований. Еще 30 бронемашин «Орлан» закупит до конца года Министерство обороны. А вот вопрос приобретения другой бронемашины «Борыс» ведомстве рассмотрят после завершения заводских испытаний и оценки эксплуатационных возможностей. Отмечу, такое количество техники у одного предприятия закупают впервые. Недавно представители ведомства встретились с руководством организации, выпускающей бронемашины, и предложили расширить ассортимент продукции, а также организовать ремонт и модернизацию бронетанковой, автомобильной и другой техники. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok